МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свой выбор они объясняют следующим. Я больше года езжу с российским регистрационным номером. Со стороны полиции никаких претензий не было ни ко мне, ни к регистрационному знаку. Наоборот, мне кажется, что ездить с российскими номерами выгоднее. Потому что, во-первых, вы не платите налоги. Во-вторых, качество привезенных с России машин лучше, чем казахстанских. В-третьих, низкая стоимость. Вот и все плюсы привезенных с России авто. И это лишь часть преимуществ. Тут нужно отметить, что водители автомобилей, стоящих на российском, кыргызском либо армянском учете, не особо утруждают себя легализацией железных коней в нашей стране. Хотя надо признать, что никто, в принципе, законов не нарушает, поскольку казахстанцы могут беспрепятственно покупать автомобили в России или Армении и спокойно ездить на них в нашей стране. Что для этого нужно? Для передвижения по стране им нужно лишь иметь на руках действующий страховой полис, оформленный в Казахстане. Действующее свидетельство прохождения техосмотра, пройденного на территории страны регистрации, и последнее на владельца машины с российским учетом должна быть оформлена в России доверенность с правом пересечения границы. Кстати, в России эта доверенность бессрочная. Между тем, плюсы данного способа владения как новой, так и поддержанной машины достаточно очевидны. Не требуется платить сбор за постановку на учет, нет необходимости соблюдать требования по соответствию Евро-4, наличию ЭБС-подушек безопасности, крепления для детских кресел и дневных ходовых огней. Из минусов, если их можно так назвать, стоит отметить необходимость быть уверенным в человеке, на которого оформлена машина, так как по факту собственником будет являться кто-то другой. Раз в год необходимо ездить на техосмотр в ту страну, где машина стоит на учете, а это время и дополнительные расходы. Следующий момент, который, собственно, и послужил поводом подготовки нашего материала – штрафы. На прошлой неделе в соцсетях распространили список неустановленных нарушителей правил дорожного движения в Астане. В топ-30 неустановленных вошли пять машин с российскими госномерами. Их общая сумма штрафа составила около 19 миллионов тенге. Сотрудники полиции сейчас работают со специальными планшетами. В случае, если авто с иностранными номерами имеет штраф, камеры Сергея подают специальный сигнал на этот планшет. Водители останавливают и его предупреждают о наличии задолженности. Стоит отметить, что инспекторы полиции не всегда останавливают водителя авто с иностранными номерами. Разве что при нарушении или же при проведении оперативно-профилактических мероприятий. Только тогда нарушители уведомляют о наличии штрафа. Указанную сумму он должен оплатить в течение месяца. В противном случае водителю придется иметь дело с частными судоисполнителями. Нет сомнений в том, что злостные нарушители будут наказаны. В том числе и с помощью всемогущей системы Сергек. Однако вся загвоздка в том, что такие видеофиксаторы установлены только в Астане и Алматы. А вот как обстоит ситуация в регионах, где нет чудо-камер, вопрос открытый. Пожалуй, в этом случае стоит положиться на совесть самих водителей. Владельцы каких-то автомобилей, ну, можно сказать, не только не подсудны, но судя по тому, что как они ведут себя на дорогах, они чувствуют себя безнаказанными. Потому что, насколько я понимаю, единая база данных по государственным номерам от всех стран таможенного союза нет. И в казахстанской базе данных нет номеров России. Мы не можем идентифицировать этот автомобиль, так же, как и армянские автомобили. Это для нас, для Казахстана проблема, потому что, если мы не можем наказать нарушителей, то они ведут себя и нагло, и безнаказанно. Упомянутая экспертами единая база госномеров автомобилей существует в Европейском Союзе. Поэтому ни о какой безнаказанности там не может идти и речи. Штраф в любом случае дойдет до нарушителя и в любое союзное государство. Когда такой реестр может появиться в Евразийском экономическом союзе, мы решили узнать у народных избранников. Вопрос был, значит, инициированный как раз таки во журналисты вашего канала о том, что среди нарушителей систематических есть автомобили с заграничными номерами, в частности российскими, которые не уплачивают штрафы уже там в миллионные суммы, там 2 миллиона, 5 миллионов у кого-то. Но это вопрос уже взаимодействия наших структур МВД с их российскими коллегами. У нас и не должно быть единственной базы госномеров с, скажем, Россией и еще с кем-то. В конце концов, мы независимы государства. На мой взгляд, не совсем правильно. Нам надо его в своем огороде разобраться. Интересная получается позиция у господина Перуашева. А что, если в своем огороде устраивают бардак? Ну и в конце концов, это вполне естественная процедура обмена данными между союзными государствами. Ведь речь идет о правонарушителях и многомиллионных штрафах, которые должны пополнять государственную казну, а не обходить ее. Проблема останется открытой до тех пор, пока не заработают системы видеофиксации во всех регионах, что, конечно же, потребует немалых затрат. Либо ждать, когда разработают и введут в действие единый реестр на примере того же Европейского Союза. Редактор субтитров А.Семкин